Админ ты или ПК-дилер, но иметь тактический запас компьютерной комплектухи просто обязан. А что может быть лучше, чем закуп таковой у проверенных продавцов по адекватным ценам? Вот и ребята из группы EasySale PC решили так же и организовали свою торговую площадку ПК-комплектухи под любые сборки и задачи. У группы только проверенное железо и поставщики. Всегда есть возможность выставить объявления о продаже своих сборок. Просто ретро и прочих железяк, а заодно поучаствовать в железных розыгрышах. Ближайший из которых состоится уже 3 января. Так что уже есть повод зайти к ним по ссылке в описании, подписаться, поучаствовать и начать мутить железный взаимовыгодный бизнес. А теперь о главном. Многие из нас видят в своей профессии ковыряние в ПК-шном железе. Но те, кто каждый день собирают, разбирают и ремонтируют железки для собственных нужд и своего хобби, не всегда представляют, насколько должны быть высоки их познания в железе и инженерии, чтобы удовлетворять будущего работодателя. Иными словами, как много нужно знать, чтобы успешно вертеться на посту заводского админа-инженера. И для таких зрителей, или просто этим делом интересующихся, сегодня я подгоняю вот такую вот среднестатистическую задачу. Итак, на операционном столе админа сегодня оказалась вот такая пекарня заводского работяги. По внешнему виду далеко не новая, но после просмотров моих лайфблогов по заводской рутине, вряд ли это уже кого-то удивляет. В крайнем случае можете пролить слезы олдфага, глядя вот на этот лейбл на мордашке. То самое чувство, когда понимаешь, что душевная техника нулевых нас уже никогда не отпустит. В общем, корпус, конечно, милый, но первое, что должно волновать заводского админа-инженера, так это то, что вертится у него под капотом. Итак, здесь 775-й сокет, DDR2-я оператива и даже 100-шный хард. Пока всё неплохо. Очевидно, плашет эта сборочка на чипсетной графике и уже протезирована дискретной сетевой картой. Ну, с нашими выбиваниями RG45-х сверхтоком это уже совсем не удивляет. Но реально радует то, что у материнки 945-й чипсет и PCI-Express слот. Значит, она уже понимает как минимум двухъядерные процессоры, да и по части видео есть чем поработать. Задача же админа здесь такова. Нужно прокачать эту конфигурацию до состояния комфортной офисной работоспособности. И как можно скорее. Ведь каждую минуту, пока этот системник стоит здесь, заводской работяга сидит без работы. Так что берёмся за делом. Итого, тестовый запуск говорит нам о том, что здесь четвёртый Pentium, да и к тому же один из самых лучших. С гипертрейдингом и аж на 3 ГГц. А по части оперативки здесь тусуется единственная плашка на 512 мегов. Впрочем, второй-то слот свободен, так что и здесь есть чем поработать. Ко всему прочему, установлена здесь Windows XP. Так что совсем уж в крайности при модификации этой пеки ударяться не нужно. Для хорошего функционала XP нужно не так много. Кстати, с умным контролем оборотов я ещё ни одной пекарни в нашем здании не встречал. Как видите, вентилятор запилен так, чтобы вращаться только когда нагреется процессор. Но так-то тут стоит Pentium 4, так что долго ждать этого не придётся. Ну и теперь демонстрация того, как эта офисная пека себя ведёт. Просек успешно гипертрейдит. А зуб при простой естся мало. Стало быть, в автозагрузке мусора здесь висит не так уж и много. Но в любом случае 512 мегов даже для офисной пеки сейчас очень мало. Так что это первый кандидат на модификацию. И модифицировать уж точно есть чем. Вот вам один из важнейших советов для будущей работы админа-инженера. Любой ценой организовывайте себе производственную базу. Чтобы прокачать, починить и просто модифицировать поступающие конфигурации можно было мгновенно. Без каких-то документов, ожидания и прочего. И наполняйте её любыми донорскими запчастями, которые у вас оказываются. Таким образом, настреляв деталей по списанным и просто заводским пекарням, мне теперь реально есть из чего выбрать при модификации очередной пекарни. И благодаря всему этому, теперь я могу поставить сюда какой-нибудь двухъядерник, который у меня в избытке. Плюс несколько плашек оперативы и даже какую-нибудь видеокарту, чтобы эту самую оперативку разгрузить. Поскольку заводской работяга для интернета использует хром, все эти аугментации компьютеру пригодятся уж точно. Вы сейчас сами наблюдаете, насколько тяжело здесь запускаться хрому. А ведь комп даже к интернету не подключён. Похоже, самое время админу-инженеру браться за работу. Итак, очевидно, как эта конфигурация собралась в своём 2006-2007. Так в неё больше никто и не лазил. Максимум иногда от пыли продували, но это всё. Так что можно подробно изучить, что сервис Ника сюда воткнул. По вездесущим наклеечкам становится ясно, что именно он собирал эту пекарню. DDR2 неожиданно от Corsair. Это довольно круто. Судя по всему, какая-то видеокарта здесь всё-таки стояла. Потому что и из лота явно что-то доставали, и заглушка выбита. Ну а касательно кулера, я теперь уверен, что его не трогали с момента сборки. Он врос в плату настолько, что дабы хотя бы клипсы повернуть, уже понадобились крокодилы. Так что да, вот очередной профсовет. Всегда имейте под рукой всевозможные инструменты на случай нестандартных разборок. Ну а дальше всё по классике. Термуха давно высохла. Сокет дико засрат. Процессор полное днище. Итак, для модификации этой древности, из своих запасников подобрал я вот такую комплектацию. Здесь у меня несколько плашек второй DDR-ки по гектару. И двухъядерный Celeron и 1500. Для тех задач, что заводской работяга будет вертеть на этом компе, самое оно. И раз уж испокон веков в офисные системники предпочитали ставить именно Celeron'ы, этим жестом я высказываю той традиции моё уважение. Возвращаясь же к плашкам, среди выбранных оказались в большинстве своём 800-ки. Поэтому на этой плате заводиться они должны без каких-то рокировок. И это очередной совет начинающим админам-инженерам. Если вы предполагаете, что будете заниматься сборно-разборной пикашной деятельностью, лучше заранее запаситесь плашками со всеми возможными частотами. Но в приоритете, конечно же, самые низкие. Заводятся они порой даже на самых безнадёжных платах. Ну а по части видео, в офисную пеку должна уходить офисная затычка. Разумеется, в моей производственной базе есть и такие. Это Политовская 7300-я GeForcina. Довольно слабенькая и на текущий момент никому не нужная карточка. Такие, даже абсолютно новые на Авито, продаются за бесценок. И спойлер, покупателей очень-очень мало. Так что право на жизнь в текущий момент им дарят именно такие конфиги. У неё 128 мигов DDR3 видеопамяти и 64-битная шина. Короче, самое то для медитивной офисной рутины. Во всяком случае, будет, когда я накачу сюда официальные драйвера. Те, что смогла сюда поставить сама XP-шка, кроме ностальгии, не вызывают ничего позитивного. Ну а на вопрос, что после всех приготовлений эта пека будет тянуть, ответ однозначный. Теперь перед нами среднестатистическая конфигурация 2006-2007 года. Со своим дискретным видео тянет она всё ровесное себе и даже кое-что из будущего. Никто тогда даже и представить себе не мог, что когда-нибудь играм понадобится больше двух ядер. Да и 2 гигабайта Азу смотрелись ещё как уместно. Только вспомните эту рекламную прелесть нашего ТВ в стиле «2 ядра, 2 гига, игровая видеокарта». И если не углубляться в эту железную математику, перед нами именно она. На такой конфе спокойно можно погонять сталкер, с переменным успехом пробежать графонистый крайзис. Но лично я админ инженер простой. Если работает первый Far Cry, конфа меня устраивает. Само собой, помимо текстового интернета, теперь здесь можно и ютубчик, и кинчики посмотреть. Да и даже систему накатить поновее. Как видите, сейчас в ход пошла семёрка. И не похоже, что компу с ней тяжко. И это последний урок для начинающих. А также ответ на вопрос, почему настолько древнее железо до сих пор используется казёнными учреждениями. Перед вами демонстрация того, что вся эта сборка до сих пор себя не изжила. Во всяком случае, в понимании тех, кому от неё нужна только работа. А пока вся эта госработа и все эти госпрограммы будут вертеться под экспихой, на покупку нового, дорогого и мощного железа посмотрят очень нескоро. И на этом у меня всё. Удачной вам работы, админы. И до следующего раза.